Девятнадцатой главе С первого по десятой стихи прочитаем, это наш первый фрагмент. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Сидержитель. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне, ангел, напиши, блаженно званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Здесь мы с вами видим, что веселье, которое началось в предыдущей главе, продолжается. Естественно, что в 18 главе, те люди, которые наблюдали за тем, что происходило с городом, как он горел, они были счастливы. Они горевали по поводу разрушения города. И, в 20 стихе, говорится о том, что разрушение этого города будет радостным событием на небесах. И они знают по какой причине. Но теперь, в 19 главе, уже события происходят на небесах. И когда что-то происходит на небесах, то можно говорить о том, что мы подходим к заключительному этапу. В 19 главе говорится об окончательной победе праведности. Складывается такое впечатление, что, судя по описанию, это происходит еще до того, как Иисус Христос уничтожит Антихриста. Но Бог уже показал свой суд в общем над грехом. И он это сделал таким наглядным образом, что никто уже не может сказать, что он не понял этого. Поэтому осуждение Вавилона — это завершающее заявление о греховности человека. Он как бы говорит, вот что я думаю по этому поводу, вот каким образом я буду судить ваше противление мне. Поэтому можно сказать, что Вавилон здесь также является символом разрушения греха в любое время. Как у них было развращенное поведение. Они убивали святых. И в конце второго стиха говорится, что Бог взыскал кровь рабов своих от руки ее. То есть здесь мы находим Божье утверждение о том, какие у него были основания для разрушения и уничтожения Вавилона. И снова мы с вами сталкиваемся с этой темой, которая встречалась неоднократно в книге Откровения. То, что взыскал кровь рабов своих, говорит о том, что Бог очень серьезно относится к тому, что кто-то проливает кровь его святых. Помните, что Бог в Библии говорит, что возмездие предоставьте мне, и я отомщу. Почему нужно предоставить это Богу? Потому что только Бог может совершенным образом отомстить. А бывают такие случаи, что что-то происходит, и мы решаем отомстить этому человеку, который нас как-то вот или обидел, или что-то сделал. А потом оказывается через какое-то время, что он и не виноват вообще, не причастен был к этому. Потому что мы уже совершаем ошибку в момент нашего осуждения, когда мы судим другого человека. Однако в книге Откровения мы с вами увидели Бога, праведность которого совершенно чиста. А поэтому, когда судит Бог, каждый будет говорить, что ты судишь справедливо, ты судишь правильно. И мы можем сказать, что Божье уничтожение Вавилона тоже справедливо. И в этих стихах мы с вами видим многочисленный народ, который говорит громким голосом, восклицает и прославляет Бога. И в шестом стихе мы снова видим, что речь идет о многочисленном народе. И они говорят, что она говорит, что Божья Христа сделала себя готовой. И они здесь говорят о том, что должна подготовиться невеста. И невеста облечена в белых цветах. Белую одежду, замечательную, красивую белую одежду. Мы с вами и есть невеста Христа. Мы одеты в белый вессон. И мы приглашены на свадебный пир, на вот это торжество по поводу, на этот брачный пир. А каким же образом мы становимся такими чистыми? Почему на нас белые одежды? Как мы можем стать праведными? С помощью труда? Посещение церкви каждую неделю? А каким образом? Какой путь? Совершенно верно. А у нас нет собственной праведности по делам нашим. Нам дается одеяние праведности благодаря праведности Христа. А все это очень удивительно, но нам следует разобраться в этом и понять это. Бог во Христе или посредством Христа удовлетворил требования собственной праведности. Кто может удовлетворить Бога? Только Бог может удовлетворить Бога. Поэтому можно сказать, что Бог сам удовлетворил собственный гнев. Бог предложил этот гнев, излил этот гнев и сам же его и принял. И наше спасение, оно гарантированно. Наталья? Вот вы ссылались сегодня на первое послание Иоанна в третьем главе. Там есть такой стих шестой. In 1 John chapter 3, verse 6. Как вы можете прокомментировать? Там написано, что церкви предупривающие гневы не согрешают. Пусть согрешают, но не верно. Это по какому поводу, к чему связать? По какому поводу, к чему связать? So, in 1 John chapter 3, verse 6. It is written that those who abide in Him do not sin. And she wants to connect that with righteousness and what you can say about this verse. Okay. How can you interpret that verse? That's a deep question. Because we all know that even though we have been declared to be righteous, we still have this problem with sin. Потому что каждому из нас известно, что несмотря на то, что мы названы праведными, или праведность вменилась нам, у каждого из нас есть проблемы с грехом. So, there are two parts of the salvation process. Поэтому спасение как бы состоит из двух аспектов, из двух сторон. And it's very important to understand that these two parts are two parts of the same process, but they are separate. И очень важно понимать, что вот каждая сторона, она может быть отдельной, но в то же время обе стороны являются составными частями спасения. Первая часть — это оправдание. Оправдание — это вот такой юридический термин в данном случае используется. И Бог заявляет или вменяет нам праведность и дает одежды праведные. Это событие, которое произошло в прошлом, и это завершенное действие. А вторая половинка этого процесса — это освящение. И освящение — это процесс, в течение которого в повседневной жизни человек становится все больше и больше похожим на Христа, при этом постепенно, потихоньку освобождается от своей привязанности к греху. В моей Библии, в английском варианте, в третьей главе, в шестом стихе, написано, что всякий пребывающий в нем не продолжает согрешать. И в греческом также этот глагол стоит в настоящем времени. Какая идея здесь подразумевается, что каждый человек, ставший верующим, уверовавший в Иисуса Христа, не будет теперь жить грешной жизнью, пребывать в грехе, так как у него было доуверование. Другими словами, должно произойти изменение в его жизни, произойти перемены. А если он продолжает жить греховной жизнью, как и раньше, до уверования, значит, никаких перемен в его жизни не произошло. Может быть, этот человек во время покаяния произнес молитву, а может быть, он плакал, все слезы были на глазах, но действия Бога в его жизни не наблюдается. Потому что, когда человек становится верующим, то ему приходится переосмотреть все свои приоритеты в жизни, то есть, изменить где-то привычки, расставить по-другому приоритеты. Даже если вы просто печалитесь по поводу того, что грех вас еще не отпускает, это уже хороший признак, что что-то происходит с вами, вы меняетесь. Это Святой Дух, который говорит вам, слушай, нам нужно поработать вот над этой твоей проблемой. Does the non-believer care about sin? But the believer is moving in the direction toward becoming like Christ. So it's your attitude toward sin that changes. Sin used to be what we live for. Раньше мы жили ради греха. Sin has now become our enemy. А сейчас грех становится нашим врагом. We recognize his destructive. Потому что мы понимаем его разрушительную силу. А вот в 19 главе люди, которые веселятся и радуются, они радуются тому, что грех их сгорел. То есть, как бы вот огнем был уничтожен грех в их жизни. И они увидели, какие последствия ожидают грех, когда наблюдали за уничтожением, за разрушением Вавилона. И они осознают, что они избавлены, спасены от этой вот участи, которая пал на Вавилон, и спасены на вечно. И им предоставляется такая вот возможность присутствовать на врачном пире Агнца. И даже не просто присутствовать, а быть невестой Христа. Первое послание Иоанна, очень интересное послание. Спасибо, что Вы напомнили нам об этом стихе. Если Вы хотите увидеть какие-то признаки того, верующий человек или неверующий, то эти признаки и характеристики разданы в первом послании Иоанна. Итак, мы знаем, как человек вернулся к этой великой мультитуде, которая плачет в 19 главе Revelation. Его многочисленного народа. То есть, каким образом присоединиться к ним. Для этого нужно быть в единстве с Иисусом Христом, потому что Он – жених. И держаться свидетельства Иисусова. Даже во время ужасных гонений. А вот, что мы с Вами должны помнить, и американцам, американским христианам очень часто это бывает трудно понять. А верующие в России понимают, что такое гонение за веру. А у верующих в Америке нет ни малейшего представления об этом. Как только в Конгрессе пытаются выдвинуть какой-то новый закон, ограничивающий права верующих людей, то сразу же миллионы людей начинают писать письма-послания своим конгрессменам. То есть, мы делаем все возможное, чтобы никаких гонений на нас не было. Однако Иисус Христос говорит о том, что мы должны быть готовыми претерпеть гонения, пройти через них. И я думаю, что великое отступничество, о котором говорится в Библии, подразумевает и то, что те люди, которые считают себя верующими, они просто не готовы будут принять гонение, не захотят, несмотря на то, что Иисус Христос обещает, что это будет.